Азамат Харай, временно исполняющий обязанности главного тренера команды Черкес 07. Азамат, я вас поздравляю с победой, но победа такая тяжелая, игра получилась боевой. И какие будут комментарии после матча? Благодарю вас за поздравления, всех приветствую. Да, вы правы, победа получилась достаточно сложной, но с другой стороны, ожидать сейчас легких побед, во-первых, концовка чемпионата, все хотят уже красиво доиграть, здесь разная мотивация у всех. У Псеншока, например, была мотивация залезть в стейки, шансы эти еще были, поэтому они, естественно, за себя, может быть, где-то там за соседей, друзей, может быть, нам это без разницы, но нас действительно трудный выезд ждал сегодня, чего мы и увидели. Хорошая команда, вот я даже посчитал 8 человек, которые пересекались со мной на футбольных полях, в одной команде, то есть люди, которые меня хорошо знают, люди футбольные, люди очень интересные, вот домашнее поле, то есть во всех смыслах они немножко привычны к своему полю-газону. Болельщики очень хорошие такой, устроили нам такой жаркий прием в плане такого ажиотажа, боления, молодцы, хозяева. Поэтому, естественно, со всех сторон легкой прогулки здесь не ожидалось ни в коем разе, достаточно сложно. Плюс, опять-таки, не буду как бы уставать, повторять, мы заново строящийся коллектив, вообще как коллектив, не говоря уже о том, что новая команда и заново строящаяся команда. Поэтому легкости у нас и не было, и в трех играх уже, и не будет в оставшихся трех играх. Азамат, за счет чего удалось переломить ход встречи, который складывался не в вашу пользу? Счет в сегодняшнем матче первыми открыли именно хозяева поля. Да, действительно, хозяева поля открыли счет. Первый тайм был относительно более-менее ровным. Вот, у них еще один хороший момент был, будем откровенны. Но и у нас пару-тройку моментов в первом тайме было. В начале мы два момента, допустим, не использовали до пропущенного гола. Забей первыми было бы полегче. Но мы прекрасно знали, я скажу честно, откровенно, мы прекрасно знали. И на установке было сказано, в перерыве было напомнено, что мы собирались не первый тайм выигрывать, мы собирались выигрывать весь матч. И нам важно было именно во втором тайме. Мы знали, что у нас должно получиться, и у нас это благодаря парням, благодаря Всевышнему получилось. Во втором тайме ожидаемо мы должны были поддавить. Ну да, скажем так, средний возраст соперника, он немножко выше, чем наш. Поэтому мы хотели навязывать темп. Мы сегодня максимально высоко начинали прессинговать. И тот же пропущенный гол именно из-за того, что мы чуть-чуть нарушили, дали спокойно выйти и дали развить атаку сопернику. А так, в целом, план как бы сработал. Парни выполнили все, что необходимо было. И мы ожидаемо, еще раз говорю, не хочу, чтобы неправильно меня поняли. Мы уважали соперника, мы очень внимательно по людям, где-то по стилю игры немножечко попробовали подойти, как это у нас получается на данном непрофессиональном уровне. И мы предполагали, что именно во втором тайме мы должны быть лучше. Азамат, ну и хотелось бы спросить по поводу Абаева Таймураза. Ну, игрок высочайшего класса, но при всем при этом сегодня у него игра совсем не пошла. И кажется, во время перерыва вы попытались ему все-таки найти новую позицию. Я увидел перестановку Алиева и Абаева, но и после этого почему-то у Абаева не пошло. Как вы думаете, с чем это связано? Знаете, я с вами только частично могу согласиться. Абаев необходимые моменты сегодня он выполнял хорошо. Да, конечно, может быть, это не самая блестящая игра в его карьере, но я не могу сказать, что он плохо сыграл, честно. Он сыграл лучше, чем, допустим, в прошлом матче. Потом он где-то, может быть, слегка жертвой тактики стал. Мы его не на самую привычную позицию в начале поставили. И потом, понимая, что надо коррективы какие-то вносить, там трехсторонняя перестановка была, в том числе и Абаев, Алиев, которых вы указывали. И да, и это тоже сыграло. И второй тайм был и получше. Он очень хороший игрок, и я считаю, что он неплохо сегодня сыграл. Ну, он хороший игрок, и его качество... Для команды он очень сыграл. Да, ни один человек сам не подвергает. Здесь, возможно, знаете, здесь, возможно, ожидание того, что... Да, да, вот, совершенно верно. Больше чего-то в аут. Ну, смотрите, тяжелый выезд. Во всех смыслах тяжелый выезд. В следующей ситуации, в новой команде. Абаев там половину игроков сейчас еще пока не знает по именам, по лицам, образно говоря. Поэтому ожидать понимания, знаете, взаимодействия, кто с кем, как, куда бежать, куда отдавать. Это важно. И на это у нас уходит время. У нас уходит несколько секунд на то, чтобы понять, кому отдать, куда врываться. И у нас поэтому очень быстрых таких атак не так много, к сожалению. Именно из-за моментов недостаточного взаимодействия и сыгранности. Зато хочу отметить то, что Станислав Ваниев, отведенные ему минуты, провел, ну, просто потрясающе. И гол забил, и помимо забитого гола, он, ну, много полезных именно действий совершил с точки зрения ТТД. Согласен. Здесь с вами согласен уже полностью. Опять-таки, Станислав некоторые выводы сделал с не самой удачной одной игры. Услышал нас в честь и хвала ему. В первую очередь, это его самого заслуга. Он смог, он захотел, он постарался, он, ну, приехал в не самый, скажем так, удачный момент. Как бы дела какие-то у него были, он отдался команде сегодня, приехал и внес свою достаточно весомую лепту. Я им очень доволен как тренер. Азамат, спасибо за комментарий. С победой вас еще раз. Все, благодарю вас. Все свои топливы.